У нас тут видеорегистратор снимает, ребята. Извините на... При надзоре за дорожной машинку обращаем внимание на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Приказ командира роты дорожной полиции словно призыв древнеримских сенаторов. Карфаген должен быть разрушен. Только в роли заклятого врага не античное государство, а те, кто за руль садится под мухой. В дорожных войнах одна из главных битв именно с пьяными водителями. Это как с гидрой сражаться. Отрубаешь одну голову, вырастает две новых. Машин на дорогах все больше, а мудрость проявляют далеко не все их владельцы, говорит Юрий Затолокин. Бывают случаи, что управляли транспортером, перевозили детей в автомобиле водителя, когда было в состоянии алкогольного опьянения. В дежурство по окружной столице с одним из нарядов отправимся и мы, чтобы лично оценить, как отлавливают шоферов под шофе. Мерседес 218, право, остановимся. Сразу оговорюсь, это будний день, а точнее вечер. И шанс встретить такого водителя ничтожно мал. По крайней мере, так говорят сотрудники. В былые годы прерогатива водить транспортное средство была мужской. Подзахмелевших от исключительного права хватало и тогда, но времена эти прошли. Равенство полов шагает по планете. Ее грань не исключение. У нас женщин много пьяных за рулем. В последнее время на процентов 30 от всех водителей. По правлю инспектора, 30% не от всего водительского сообщества, а от тех, кого поймали за баранкой в нетрезвом виде. Хотя и эта цифра тоже тревожная. В ночи все кошки серы. Темное время суток – время охоты для сотрудников ДПС. Как узнать, пьян водитель или нет? Правильно – заняться автостопом. Позволю себе развить шутку дальше. В целом автостоп сродни классическому гоп-стопу. Только в отличие от уличной лихой шпаны, орудующей в темных переулках, дорожные инспекторы останавливают приглянувшихся автомобилистов. А вместо закурить просят предъявить водительское удостоверение. Во время проверки документов оценивают состояние клиента. И если подозрений на связь с зеленым или каким другим змеем нет, желают счастливого пути. Какие самые очевидные признаки того, что водитель нетрезвый за рулем находится? Ну, с расстояния с ночиных клиентов не узнаешь. Это, допустим, перестроение, не включение поворотников, перестроение с одной полосы в другую. То есть водитель пытается, если увидел наряд ГИБДД, сразу как-то уйти в сторону. Либо у поворот сразу налево-направо уходит. А запотевшие окна, сильно запотевшие, это признак? Ну, может быть, да, частично. Если визуально видишь далека что-то запотевшее, лучше следить и проверить. Если же водитель с явным выхлопом, то к старушке не ходим. Будут его проверять газоанализатором, то есть алкотестером. Хотя от этой процедуры подозреваемый может отказаться. Но есть ли в этом смысл? Что же, в этот вечер нетрезвых водителей нам и впрямь не встретилось. Неудивительно. Ханты-Мансис – город относительно спокойный. Чего не скажешь о крупнейших муниципалитетах округа. По данным статистики, только в январе нынешнего года в Югре полицейские выявили без малого тысячу пьяных водителей. Каждый десятый из этих случаев произошел в Сургуте. Интернет пестрит видеороликами из разных уголков страны, в которых водители на веселе убивают людей. Одно из резонансных пьяных ДТП произошло в Ханты-Мансиске несколько лет назад. Водитель «Тойоты» протаранил впереди идущую «Шевроле». Скоростной режим был превышен вдвое. В результате аварии погибли брат и сестра. Как показала экспертиза, водитель-убийца управлял автомобилем не только в алкогольном опьянении, но и без прав. К слову, водитель, у которого впервые поймали за рулем нетрезвым, сегодня светит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. За повторное нарушение сумма увеличится в 10 раз, а лишат виновного, скорее всего, уже не только водительской корочки, но и свободы. Тем временем борьба за трезвость вождения сегодня ведется не только на трассах, но и в соцсетях. Окружная госавтоинспекция проводит масштабную акцию «Дороги Югры без пьяных водителей». Так любой желающий может разместить фотографию с призывом крутить баранку с ясным умом и при твердой памяти. Отмечу, что к проекту уже подключились тысячи югорчан.